Вы знаете, уважаемые друзья, когда велась разработка Таможенного кодекса Таможенного союза, вот краешком глаза смотрели на Таможенный кодекс Украины и учитывали многие моменты для того, чтобы на будущее было проще братьям-славянам. Но, к сожалению, День Бандеры, как я называю, среду отодвигает эту проблематику на будущее. По сути дела, в моем понимании, подписание соглашения в ноябре месяце об ассоциации, это будет началом акта под названием «Прощай, суверенитет Украины». И в Таможенной сфере я хотел бы вам конкретно прокомментировать, что будет происходить. Я не буду вдаваться в формы и методы реализации условий этого соглашения, но тема очень серьезная, которая будет касаться не только производственных процессов, перемещения товаров через таможенную границу, но и прав и свобод человека и гражданина. Прежде всего, не только перемещение, но и иметь кусок хлеба под названием «рабочее место». К глубокому сожалению, положение об ассоциации в разделе в главе пятой касается не только таможенных вопросов. Она затрагивает вопросы и пограничные, а также связанные с другой сферой фитосанитарного, санитарного и ветеринарного контроля. Смотреть надо на эти вопросы самокомплексно. Основной позицией будущих действий вашего правительства будет статья 84 этого соглашения. «Сближение таможенного законодательства». Очень интересная статья с точки зрения юристов, такая мягкая, красивая. В соответствии с положением 15 главы будет производиться сближение таможенного законодательства. При этом сказано «постепенное приведение в соответствии с таможенным законодательством Евросоюза». То есть у вас не будет своего национального законодательства. Оно будет заменено вот на эту книжку под названием «Таможенный кодекс Евросоюза». Раньше мои коллеги, таможенники украинские, говорили, «Да нет, ну что вы, так сказать, мы суверенные, мы его будем, свою экономическую безопасность будем осуществлять только по своим суверенным законам, так сказать, слишком щепетильные вещи». А сейчас все это спокойно сдается под нормы Еврокодекса. Вы знаете, вот эта вот акция по втягиванию Украины в Евросоюз, она хорошо спланирована, продумана и реализуется уже сейчас, не дожидаясь, не дожидаясь, так сказать, подписания этого соглашения. Обратите внимание, что произошло с вашей Держмедслужбой. Была самостоятельно, сейчас ее нету. Где она находится? В Министерстве по налогам и сборов. Туда ее унесли. То есть структуру расформировали по существу и подготовили нормальную базу для того, чтобы реализовать статью 83 проекта соглашения, которая называется очень простенько. Таможенный комитет по сотрудничеству. Четко описаны функции этого таможенного комитета. Это, по сути дела, наднациональный орган, европейский орган, который будет, как говорится, рулить погоду на украинской земле, который будет заниматься вопросами таможни, пограничников и всего остального, что связано с границей между братскими народами Украины и России. При этом это все будет осуществляться согласно внутренних правил процедуры, которые этот комитет по сотрудничеству будет самостоятельно устанавливать. То есть, по сути дела, это комитет, который будет стоять над правительством Украины. И Николая Яныча, видимо, простого калужского парня, это устраивает, чтобы вот такие вещи происходили на Украине. Евросоюз имеет очень хороший опыт по отхватыванию кусков экономических территорий для себя. Этот опыт они приобрели, так сказать, в Прибалтике, в Польше, в Болгарии, в других местах. И поэтому процессы, процессы, они пройдут очень быстро по отработанным калькам, а организационные структуры для этого созданы. И поэтому я предполагаю, в случае подписания соглашения, буквально по осени следующего года мы будем иметь совершенно другую государственную границу между нашими государствами, совершенно другую границу. И она будет очень жесткая, очень жесткая, именно со стороны Евросоюза. Евросоюз на украинской границе заведет свои порядки. К сожалению, так сказать, вот те времена, те времена, когда в силу кооперационных связей между Украиной и Россией, и украинские, и российские таможенники, ну, в полприщура смотрели на товары, перемещаемые между нашими государствами. Кооперационные связи, свои, свои. Поэтому, так сказать, жесткого контроля не было. Первую попытку нормального контроля под будущие европейские порядки руководитель федеральной таможенной службы провел, попытался посмотреть. Не все хорошо. Самая главная проблема, с которой будет сталкиваться таможенный союз в отношении территории Украины, это фальсификация сертификатов СТ-1, когда европейские товары будут переделываться под украинскими, под украинские, и экспортироваться на территорию России. Да, в общем-то, не только на территорию России, но и на территорию таможенного союза. Это чистая воды контрабанда, очень прибыльная, очень незатейливая, но дающая, как говорит дедушка Маркс, 300% прибыли, против которой никто не остановится из бизнесменов. Создаются все условия для массовой безработицы и, соответственно, роста на социальном напряжении. Во всем этом будет кто виноват? Не гуманный, просвещенный Европейский союз, а эти опять клятые москали. Что будет дальше? Может быть, даже Украина и расползется по экономическим соображениям. Одна территория в сторону, известную, на восток, другие территории, так сказать, в холопство, польское, а третьи, так сказать, ну, может быть, турки придут. Главная проблема, которая будет стоять в следующем году в случае подписания этого соглашения, это проблемы москалям в Крыму. ГЭТ, Крымский, ГЭТ, Черноморский флот. Я вам говорю о реальности, которые нас с вами ожидают. И будем мы с вами друг на друга смотреть через другую границу. И будем вспоминать, как же так мы по своему паспорту внутреннему спокойно ездили друг к другу, а придется визы просить. Извините за вот такую грустную картину, но я все-таки надеюсь на народных депутатов Верховной Рады, что они преодолеют многие вещи с вашей помощью. Иначе скажите, что в Луганск не приедете. И соответствующее решение на уровне Верховного Совета будет принято по блокировке этого страшного документа, который нас должен разъединить полностью и окончательно. Как они хотят. Но я думаю, что этого не будет. Владимир Владимирович сказал однозначно, что мы один народ, и все равно никуда мы друг от друга не денемся. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok